Девятилетний мальчик Роман Смирнов пропал в Нижнем Новгороде. Он исчез утром, когда шел вместе с бабушкой в школу. Сейчас его ищут по всему городу волонтеры и правоохранительные органы. На той стороне его видели, он спускался в станцию метро, вот нужно найти дежурного. Поняли, приняли, пошли. Данный мальчик, который сегодня потерялся, спускался в станцию метро. Она еще очень сильно удивила, что он один, но пропустил оператора его. Уже найдено довольно много свидетелей, которые его видели, но, к сожалению, мы движемся с отставанием некоторым от него. Ведут в поиски пропавшего ребенка. Ребенок 9 лет, желто-синяя куртка, просто примерно вот такого. Перемещается на общественном транспорте очень много, очень интенсивно, на электротранспорте, на метро. Утром уехал из дома на общественном транспорте, перемещался от Сормовского района сначала в сторону Московского вокзала, потом в сторону Автозаводского района, в сторону улицы Дружба. И продолжает перемещаться где-то в этих местах, соответственно, мы силами волонтеров и правоохранительных органов патрулируем. Либо он поторопился, либо какие-то иные были побуждения с его стороны. Но так как я хожу на клюшки и человек старый, и инвалид на пенсии, я не успела добежать до троллейбуса, в который он сел. То есть я шла на клюшки, несла портфель, и когда он, внук мой, троллейбус увидел, буквально вырвал портфель и побежал, и сел в него, не дождавшись меня. Все мои попытки оказались тщетными. Часть людей работает дистанционно-удаленно за компьютерами, на телефонах, отсматривают записи камер, отсматривают данные оплаты проезда по терминалам, которые находятся в распоряжении кондукторов, опрошены кондукторы. Жажда путешествий, жажда самостоятельной жизни, жажда вот этого, то, что я не знаю, но я должен узнать. Мы очень ждем и очень надеемся на благополучный исход. Поиски Романа Смирнова сейчас продолжаются. Если вы знаете что-то о местонахождении 9-летнего мальчика, то можете сообщать свои данные либо волонтерам, их данные есть в социальных сетях, либо же обращаться в полицию.